девчонки всем большой привет добро пожаловать на мой канал и как вы поняли по названию видео сегодня у нас речь пойдет про мою парфюмерию я тут пыталась вспомнить когда же я последний раз снимала такого рода видео и это был наверное либо 2012 либо 2013 год конечно же за такой большой период времени многое поменялось моей коллекции какие-то ароматы я уже закончила что-то приобрела себе новенькая что-то мне также дарили и если вам интересно заглянуть в мою парфюмерию этого конечно же оставайтесь со мной давайте сначала начнем с недорогих ароматов а потом уже перейдем плавно на категорию люксовых ароматов первое о чем хочу вам рассказать это будет всеми известнейшая парфюмерная вода just essence который продается в магазине летуаль буду откручивать крышечку и будем с рассматривать этот аромат это восточный аромат со специями вот я ощущаю здесь амбру много специй кожу пачули но и также сандал аромат могу сказать что тяжелый насыщенный теплый пряный и согревающий аромат этот звучит дорого кажется что это какая-то селективная парфюмерия не могу сказать что вот этот just essence очень похож на вот эту вот миниатюрку диптик валюта это именно селективная парфюмерия есть очень много схожего это у меня кстати сухие духи но здесь аромат таких сухофруктов тоже специи тоже здесь есть сандал пачули также медовые нотки но здесь преобладают именно табачные ноты но ароматы все равно вместе с just essence очень похожи прям могу сказать что один в один но конечно же в just essence табачных нот нет стойкость у него отличная чувствую на себе целый день подходит конечно же на холодное время года шлейф у него тоже есть но он к не к сожалению не такой долгоиграющий но за такую низкую стоимость я покупала за 300 рублей а сейчас в летуален стоит может быть около 500 рублей качество этого аромата просто на высоком уровне окружающие считают что это некий дорогой парфюм что это что-то из разряда люксовых ароматов и никто даже не подозревает что этот аромат стоит настолько бюджетно тоже нравится и краски на осень и на зиму он будет как нельзя кстати следующий аромат уже тоже стал всеми известнейший и я тоже про него рассказывала не один раз это бракард франко феррити модом у меня осталась коробочка я кстати стараюсь все ароматы хранить в коробках но к сожалению есть кое-какая парфюмерия у которой нет коробочки потому что я просто и выкинула но я храню парфюмчики в коробках в темном месте чтобы максимально сохранить их аромат в прежнем виде коробку я буду убирать и сам флакончик у нас выглядит вот так здесь 100 миллилитров это именно туалетная водичка ну мне нравится оформление флакона могу сказать что смотрится тоже достаточно дорого аромат тоже богатый звучит дорого он сладкий манящий никто тоже не подумает что это туалетная вода стоит настолько бюджетно аромат такой легкий и воздушный он не давящий и абсолютно не резкий категория этого аромата сладкий гурманский поначалу вот когда только начинаешь вдыхать аромат чувствуются цитрусовые ноты я думаю это апельсин и мандарин и дальше аромат начинает раскрываться и появляются только сладенькие нотки это ваниль пралине лакрица и немного древесных нот аромат слетает с кожи быстро это его большой минус и шлейфа как такового у него вообще нет но для осеннего времени года этот аромат все равно очень идеален но аромат к сожалению нужно постоянно обновлять то есть пройдет но буквально часа 2-3 и уже можно будет опять поливаться этой водой почему говорю именно поливаться так как переборщить с этим ароматом просто невозможно тоже очень нравится и как видите уже вот столько у меня его осталось тоже периодически им пользуюсь и еще один аромат из такой бюджетной категории или из категории масс-маркета как это любят говорить это аромат от zara называется red vanilla у меня это 100 миллилитров но кстати в магазине можно выбирать разные миллилитражи там есть 10 миллилитров по моему есть 30 или 50 и 100 ну я взяла сразу же большой объем большой флакон потому что мне очень приглянулся этот аромат это именно туалетная вода группа сладких ароматов или категории от которой может просто слипнуться одно место стоило кстати за 100 миллилитров это туалетная вода 999 рублей но опять же есть разные объемы то есть можно выбрать на вкус и цвет аромат тоже похож на люкс однозначно тоже на холодное время года такой сладкий согревающий манящий стойкость отличная часов пять на одежде просто будет держаться целый день красивый такой тонкий шлейф на протяжении где-то наверное трех часов я слышу от тебя этот аромат вот именно шлейф каждый раз когда я наслаждаюсь этим ароматом у меня возникает также в голове некоторая картинка как только я вдыхаю аромат что это какие-то шоколадные молочные конфетки внутри которых есть такая вот жидкая начинка из черной смородины с сахаром это что-то такое сладкое присладкое я очень люблю вот такие вот сладкие ароматы мужчинам кстати этот аромат тоже нравится с удовольствием буду также его носить в холодное время года теперь мы с вами плавно переходим к люксовой парфюмерии и первое что я вам покажу это будет коробочка от кашарель амор амор это у меня 30 миллилитров парфюмерная вода и у меня это фланкер который называется мон парфюм дюссер здесь правильно почитала вообще классическому амор амор я отношусь как-то равнодушно но вот этот фланкер просто запал мне в душу у меня когда-то был пробник из какого-то коробочного сервиса и я просто заюзала этот пробник от и до и потом просто поняла что я хочу себе этот аромат купила себе именно в объеме 30 миллилитров это такая граната смешный такой флакончик прикольный а этот аромат более сладкий более вечерний по сравнению с классическим амор амор можно сказать что также он фруктовый сладкий ванильный и ягодный аромат сам по себе насыщенный но тоже он абсолютно не надоедливый на себе я его ощущаю почти целый день он такой соблазнительный тоже он нравится противоположному полу многие делают комплименты и здесь есть ягодки смородина которые при этом присыпаны сахаром но при этом это не какое-то банальное варенье в сочетании с цветочными нотками получается вот именно такой игривый аромат вот ваниль сахар черная смородина и цветы и все это к шарель амор амор вот эта вот версия есть что-то притягивающее в этом аромате и я тоже его берегу использую по чуть-чуть делаю где-то 4 пшика этого в принципе тоже достаточно тоже однозначно подойдет для тех девушек кто любит что-то такое сладенькое теперь мы с вами поговорим про парфюмерный дом герлен есть у меня вот такой вот аромат это всеми известнейшие маленькие черные платья но у меня эта версия которая называется кутюр это парфюмерная вода в объеме 30 миллилитров но это не маленькое платье это именно вот такое вот длинное платье длинное платье в пол обожаю герлен маленькое черное платье я просто ярый фанат этих парфюмерных и туалетных вод очень мне нравятся их флаконы оформление этого маленького черного платья конечно же многие ненавидят этот аромат многие говорят что это какой-то компот но я его очень полюбила для меня это никакой не компот и я отношусь до сих пор трепетна к этим ароматам это именно фланкер классического ли петитро пнуар и я тут задала себе вопрос а сколько вообще есть фланкеров у маленького черного платья по-моему есть классическая версия маленького черного платья потом есть парфюмерный а вода есть вот эта вот версия кутюр это уже 3 потом ей зеленая версия с черникой есть также версия маленького черного платья какая-то такая ярко-розовая упаковка, я не знаю с чем. И есть также черная упаковка, это какой-то классический такой насыщенный парфюмированный аромат. Вроде бы семь разных вариаций. Ну, если я не права, то напишите в комментариях. Во всех маленьких платьях герлен я слышу одинаковую базу. Это миндаль и черешня. Конкретно в этой версии кутюр я чувствую малину. И малины здесь очень много. Есть также бергамот, который как раз-таки разбавляет эту малиновую сладость. Почули тоже я здесь чувствую. Аромат очень стойкий. Вот наношу его с утра и до ночи я слышу его на себе. Это самый красивый, просто самый длиннющий шлейф. Я просто целый день нахожусь в этом черешнево-миндальном облаке и наслаждаюсь этим сладким ароматом. Но этот аромат не приторно-сладкий. То есть есть у всех черных платьев такая вот небольшая горчинка, которая тоже мне безумно нравится. Делаю два пшика и все. Тоже этого будет достаточно за глаза. Аромат звучит дорого, но могу сказать, что он сейчас уже стал каким-то узнаваемым. Можно сказать, что это такой попсовый аромат, но я могу примерять на себя этот аромат круглый год. Но кроме жары. Жару будет этот аромат душить, а в остальные времена года он будет как нельзя. Кстати, очень-очень люблю. Ну и раз уж мы заговорили про маленькое черное платье, еще у меня есть другой фланкер в объеме 50 миллилитров. Это уже туалетная вода. И это у нас вот такое вот название. Я, конечно, здесь буду также подписывать название этих ароматов, но его я не выговорю, поэтому даже пытаться не буду. Сам флакон вот такой вот красоты. Зелененького цвета и по флакону уже можно понять, что это будет что-то такое зеленое, свежее, воздушное и облегченное. Ну так оно и есть. Это цитрусово-цветочный, свежий зеленый аромат. Тоже здесь присутствует аналогичная база миндали-черешня, но в сочетании со свежими мятными нотками. Он уже не такой сладкий, как кутюр, но при этом данный аромат не чисто свежий, то есть он не какой-то мускусный. Нет, все равно сладкая база здесь есть. Присутствуют цитрусовые нотки. Я думаю, это... Я тут крышечку нюхаю. Бергамот и лайм. Стойкость целый день. На шарфиках, кофточках. Будет держаться просто до нескольких дней, пока вы их не постираете. Шлейф тоже красивый, очень длинный. Все окружающие тоже будут ощущать этот прекрасный аромат и тоже двух пшиков достаточно. Поливаться тоже не нужно, так как даже с этой облегченной зеленой версией можно переборщить. У меня он больше ассоциируется именно с весной, когда пробуждается природа, распускаются деревья и вот этот прекрасный цветочный аромат. Но в холодное время он, кстати, тоже прекрасно будет звучать. Даже летом в жару можно его на себя примерять. И эти черные платья очень комплементарные. Но опять же повторюсь, что сейчас они стали такими узнаваемыми. У многих девушек они есть, но я их очень люблю и просто обожаю. Следующий парфюмерный дом, о котором мы с вами поговорим, это будет Giorgio Armani. И у меня это Aqua Di Gioia. Это парфюмерная вода. К сожалению, коробочки у меня нет, так как я покупала этот аромат в наборе. Там еще было молочко для тела и, по-моему, гель для душа. Поэтому коробочка отсутствует. Я долго думала, какая же это у меня версия. Потому что у Aqua Di Gioia тоже есть множество разных фланкеров. Там тоже можно запутаться. И это у меня именно версия Pure Femme. Как-то так называется. И вроде бы у Armani был перевыпуск флаконов, так как раньше они выглядели несколько иначе. Но сейчас они выглядят именно вот так. Это свежеморской аромат. Основные его составляющие – это сахар, лимон и мята. Такая, знаете, вот возникает картинка в голове, как только нюхаешь этот аромат. Причем это стакан с прохладной водой, куда вот все эти компоненты поместили и перемешали. Время этого аромата – теплая весна и лето. Именно в эти периоды аромат будет раскрываться красиво и так, как нужно. Зимой, например, мне не нравится его носить. Он звучит совершенно некрасиво и просто его даже на себя надевать не хочется. Аромат такой легкий, непринужденный. Есть также поначалу немного зеленых ноток, но потом это именно морская и также цитрусовая свежесть. Стойкость, наверное, часов пять. Не могу, кстати, сказать, что он супер устойчивый. Его все-таки нужно потом тоже обновлять. Но на теплое время он просто идеален. Он как будто бы даже освежает в теплое время. Тоже очень прекрасный аромат. Следующий аромат не менее попсовый, не менее популярный. Тоже, мне кажется, у всех он уже девушек есть. Это тоже Giorgio Armani C парфюмерная вода. У меня 30 мл. Такая коробочка. И сам флакончик. Ну, как можно заметить, у меня осталось его совсем немножко и можно понять, как я его люблю. У нас, кстати, на работе многие коллеги душились этой парфюмерной водой, но многие все равно до сих пор делают комплименты про эту парфюмерную водичку и спрашивают, что это за аромат. Он один из моих любимых. Для меня это именно зимний аромат, хотя его можно носить и в холодную осень, но почему-то я его люблю использовать именно зимой. Наносить на себя, на мех, на шарфик. Аромат сам по себе дорогой, благородный и роскошный. Вещи ваши будут пахнуть дня три-четыре, тоже пока вы их не постираете. На коже аромат держится тоже весь день и у этого аромата очень богатый шлейф, который будет тянуться за вами просто на километр. Категория сладких ванильных ароматов. Тоже здесь присутствует ваниль, карамель, пачули, черная смородина и также немножечко деревяшек. Мне очень комфортно с этим ароматом. Он меня вообще не напрягает, не душит и с ним я чувствую себя уверенной и роскошной. Этой парфюмерной водой невозможно надышаться. Могу просто нюхать ее часами. Подойдет также на день и на вечер. То есть, в принципе, на любой случай. Аромат, я бы даже сказала, такой деловой. То есть, к нему нужно платье, юбку, но не какие-то там джинсы, не футболку ни в коем случае, так как это аромат именно дорогой женщины. И достаточно тоже одного или двух пшиков и все. Больше не нужно, иначе слишком перенасытитесь этим ароматом и вы, и окружающие. Классный аромат. Молодцы, Giorgio Armani, что создали такой шедевр. Я могу сказать, что это просто шедевр в парфюмерии. Еще у меня есть вот такая вот миниатюрка. Это тоже парфюмерная вода C Giorgio Armani, только в объеме 15 миллилитров. Очень я этому рада, так как когда закончится этот флакончик, у меня еще будет 15 миллилитров. Его я пока не открывала, но здесь также есть распылитель, пока этот аромат стоит, ждет своего часа. Но, опять же, аромат точно такой же, как и в этом флакончике. Еще что у меня есть от Giorgio Armani, это вот такая вот коробочка. И это у нас парфюмированный мист для волос в объеме 30 миллилитров. Коробочки, кстати, абсолютно одинаковые, можно прям перепутать, где парфюм, а где мист для волос. Вот такой флакончик, он уже такой матовый. Мне, кстати, у Giorgio Armani тоже нравится туалетная вода C, которая вот тоже идет с такой вот кремовой крышечкой. Тоже очень красивый аромат. Но, опять же, вот общая база C, но там аромат все равно какой-то иной. То есть звучит тоже особо красиво, такой притягательный, нежный. И тоже я подумываю, может быть, я его куплю. Вообще, откуда у меня появился вот этот мист? Когда-то в интернет-магазине Giorgio Armani проходила какая-то крутая акция. Нужно было купить что-то из категории C, и в подарок давали какие-то там пробники, миниатюра туши, помада. И также в подарок давали 15 миллилитров вот этого C. И, в принципе, ради вот этого флакона я и сделала там заказ. Самое бюджетное, что там можно было купить, это именно вот этот вот мист для волос. Но сама я бы не стала покупать, конечно же, такой мист, так как он тоже стоил за 2000 рублей. Я считаю, что лучше купить туалетную или парфюмерную воду, которая действительно будет красиво раскрываться и будет держаться достойно целый день, чем вот такие вот какие-то мисты с паре для волос. Ну, потому что они особо как-то не держатся на волосах, на коже. Такое, я бы сказала, баловство. Давайте тоже протестируем. Ну, здесь тоже есть ваниль пачули, черная смородина, цветы, немножко деревяшек. То есть основная база это, опять же, вот этот вот Giorgio Armani C парфюмерная вода. Этот мист очень легкий, еле уловимый, такая дымка аромата, но это не какой-то насыщенный аромат. От волос будет исходить нежный аромат C, то есть его нужно распределять именно по волосам и разбрызгивать по волосам. Но здесь, опять же, кто-то скажет, как можно наносить духи на волосы, так как в составе есть спирт. Волосы же будут сохнуть, это будет сушить волосы. Ну да, я согласна с этим, но такая вариация продукта. Если сказано, что это спрей для волос, значит нужно наносить на волосы. На кожу я пыталась наносить, но на кожу он вообще не держится, очень быстро слетает. А от волос, кстати, исходит целый день, очень приятный аромат, но он очень нежный, очень невесомый. Мне бы, конечно, хотелось, чтобы аромат звучал как-то более понасыщенней. Но все мы знаем, что волос тоже впитывает любой аромат. В принципе, можно любую парфюмерную туалетную воду нанести на волос. На волосах любой аромат будет держаться очень стойко, прям практически целый день. Даже если этот аромат будет сидеть у вас на волосах, все равно за вами будет плестись также тонкий шлейф из вот этого вот аромата. Но он ненасыщенный, но нежный, женственный и также воздушный. Такой ванильный, цветочный и древесный аромат. Поскольку здесь производитель также нам обещает, что так как эта дымка обогащена природными компонентами, то она не только дарит волосам незабываемый аромат, но также делает их мягкими и шелковистыми. Ну тут бы я поспорила, конечно же, ничего этого нет. Ну это же не какой-то там ухаживающий питательный спрей для волос, в конце концов. Это просто парфюмированный мист. Но буду использовать, потому что это мой любимый аромат Си, но опять же сама бы я покупать такое не стала, если бы не вот эта вот акция на сайте Giorgio Armani. Следующий аромат это Chanel Chance. Вот так вот называется, я тоже не буду коверкать свой язык. Это у меня объем 50 мл, тоже я его берегу и экономлю. Это категория древесных, цитрусовых и зеленых ароматов. Он, кстати, похож на мужской аромат, видимо потому, что здесь есть лимон, почули, деревяшки, зеленые ноты, мускус, белые цветы и также ветивер. Аромат дорогой, многогранный, он очень запоминающийся. Эта туалетная вода подойдет даже на лето. Вот очень много в ней таких вот освежающих нот, как раз таки будет тоже актуально в это время года. Стойкость, конечно же, целые сутки. Очень суперустойчивый. Сам по себе аромат совсем не надоедливый, не душащий, не тяжелый. И судя по флакончику, тоже можно понять, что это будет зеленый и какой-то такой цветущий аромат. Если вы больше любите женственные, сладенькие, ванильные ароматы, то эта версия шанса будет не для вас. Здесь именно свежесть, цитрусы и мужские ноты. Но мне он очень нравится. Я люблю мужские ароматы, и все равно я не скажу, что этот аромат за счет вот этих вот мужских нот прям такой брутальный, грубый и вот чисто для мужчин. Нет, он все равно подходит именно для женщин, как ни крути. Аромат тоже такой холодный, и за счет этого его хочется носить даже летом. При нанесении может быть небольшая резкость в этом аромате, но он быстро раскрывается, и от него вообще не болит голова. Шлейф у этой туалетной воды тоже длинный, такой свежедревесный. В общем, нравится этот аромат, тоже его берегу, и использую понемножку, чтобы он у меня быстро не закончился. Следующий аромат, к которому я тоже отношусь с большим трепетом и любовью, я даже не думала, что он мне настолько понравится, это у нас также герлен, монгерлен, и это парфюмерная водичка в объеме 30 мл. Я обычно всегда стараюсь покупать 30 мл, мне этого достаточно, если я покупаю больше, мне обычно ароматы просто надоедают. И вот такой флакон, тоже есть различные фланкеры у монгерлен, но у меня это именно классическая парфюмерная вода. Как же я его люблю? Не знаю, вот мне кажется, два моих самых-самых любимых аромата, это, пожалуй, именно герлен, монгерлен и джорджо армани си. Ну, на третьем месте маленькое черное платье, но вот это просто у меня на первом месте. Это пудровый цветочный аромат, боже, какой он прекрасный, я тоже прям не могу надышаться этим ароматом. Этот аромат однозначно женственный, нежный, теплый, такой умиротворяющий, спокойный. У меня он ассоциируется с цветочным нектаром и с немного такой медовой ноткой. У меня с ним случилась любовь просто с первого пшика. У меня было море пробников, которые я все извела, и я решила тоже, что мне нужен этот аромат, так как я все время про него думала. Подойдет он на все времена года, кроме лета. Летом будет душить. Шлейф просто километровый, стойкость до нескольких дней. Кофточки, блузочки будут тоже благоухать всю неделю этим ароматом. Он нереально комплиментарный. Многие интересуются, что это за аромат. Он сладкий. Мужчины тоже от этого аромата просто без ума. Я вообще наношу один пшик или два, и все, тоже этого будет достаточно. Перебарщивать не нужно. Иначе также этого аромата будет слишком много, и вы задохнетесь, и окружающие тоже задохнутся. Когда я им пользуюсь, я себя ощущаю в каком-то цветочно-ванильном коконе. И чувствую себя такой девушкой весной. Здесь есть ваниль, лаванда, бергамот, ирис, пачули и пудровая база. Вот лаванда здесь очень красиво играет. Она слышно отчетливо. Она придает этой парфюмерной воде некую изюминку. Это, наверное, самый стойкий парфюм из Симы и коллекции. Еще мне нравится, как звучит этот аромат на улице. Вот особенно, когда дует ветерок. Вокруг образуется просто шикарный шлейф. С этим ароматом вы точно не останетесь без внимания. Мне кажется, также здесь в нотах есть лакричник. Прекрасный аромат. Тоже я его берегу. И каждый раз, когда я наношу на себя, я просто влюбляюсь в этот аромат вновь и вновь. Он просто нереально женственный. И последняя новинка в моей коллекции парфюмерии. Это будет аромат от Lancome. Кстати, я тоже уважаю этот парфюмерный дом. У меня это Трезор, версия Midnight Rose в объеме 30 мл. Тоже, кстати, я его заказывала через интернет-магазин. Тоже была какая-то акция на сайте Lancome. И я там сделала, соответственно, заказ. У меня есть Трезор In Love, по-моему, версия, которую я безумно люблю. И также вот такая версия Midnight Rose. Здесь у нас вот такая вот фиолетовая розочка, очень миленькая. И вот такой вот симпатичный флакончик. Это парфюмерная вода, группа цветочные, древесно-мускусные ароматы. Это свежесладкий аромат. Многие тоже называют его почему-то компотом или вареньем. Но я не соглашусь. Отчетливо я здесь слышу ваниль и малину, немного смородинового листа, розу. Но роза здесь утонченная, она вообще не резкая. Стойкость тоже целый день, шлейф тоже целые сутки. И в этом аромате мне нравится сам шлейф. Вот когда сидишь на работе, и тут до твоего носа доносятся соблазнительные нотки. Трезор, Midnight Rose. Вдыхаешь и просто тоже наслаждаешься прелестью этого аромата. Окружающие тоже будут в восторге от этого аромата. Я бы сказала, что он вечерний, но также на день он тоже прекрасно подойдет. Стиль этого аромата элегантный и такой строгий. Раскрывается очень красиво. Шлейф я люблю по-особенному в этом аромате. Он такой ягодно-цветочный. Зимой будет звучать тоже красиво. В мороз, на меху он будет прекрасно раскрываться. Ну и аромат нежный, такой женственный, спокойный. Ну такой свежесладенький. Тоже очень нравится, но это не компот. Не знаю, почему все его так ассоциируют. Мне кажется, это тоже один из самых красивых ароматов. То есть вот из всей этой коллекции, знаете, даже вот невозможно выделить какой-то один аромат. Каждый из них красив и богат по-своему. На такой прекрасной ноте я буду заканчивать это видео. Мы с вами рассмотрели все мои новинки парфюмерии. Также я планирую снять видео про свои старенькие ароматы, так как это далеко не вся моя коллекция. Но не могу сказать, что у меня какая-то коллекция очень обширная. Но обязательно сниму видео про свои старенькие парфюмерные туалетные водички. Надеюсь, что вам будет интересно такое видео. Пишите в комментариях, возможно, у вас был какой-то из этих ароматов. Мне будет тоже интересно узнать ваше мнение. Какой аромат вам нравится, а какой нет. Не забывайте также подписываться на мой канал, на мой инстаграм. Я, как обычно, желаю всем отличного настроения, удачного дня. Спасибо, что остаетесь со мной. Всех целую. Всем пока-пока.